Прошлое видео я назвал своей самой большой ошибкой на провинции, потому что я не знаю какая пчела меня укусила, но я взял и открыл контейнер из Дубая. И это была реально очень большая ошибка, потому что за большие деньги я получил очень дешевую тачку. Более того, чтобы открыть контейнер из Дубая в прошлом видосе, я продал свои тачки, и это тоже было очень глупо, потому что я просто слил их в гос. В итоге, прямо сейчас у меня, ребята, в автопарке есть всего две тачки, это Бугатти и Гелик. Тачки, которые являются просто неприкасаемыми, я их не трогаю ни в каких случаях, даже если мне очень хочется купить какую-то тачку, которая стоит больше моего бюджета, я не продаю ни Бугатти, ни Гелик, потому что я себя знаю, потом обратно к ней буду возвращаться, поэтому тачки эти я просто не трогаю. Но я кое-что для себя вдруг обнаружил. Дело в том, что я на провинции играю уже много лет, и я до сих пор ни разу не владел Мерседесом Е63С. При том, что он стоит около 10 мультов, и у него скорость максимальная аж 300 км в час, разгон вроде как неплохой. Но, конечно, если мы сравним, опять-таки, двух вечных конкурентов, это Ешку и М5, то, конечно, М5 стоит буквально, ну, 1600 дешевле, и как бы она даже получше на 5 доли секунд, она быстрее разгоняется до 100, и максималка на 5 км больше. Только вот оценка хуже у Мочки, не знаю почему, у Ешки реально оценка лучше, хотя, наверное, потому что здесь просто больше этих самых оценок. Я подумал то, что у меня вроде как есть деньги, да, я продал свой корвет, и в итоге сегодня, ребята, я подумал то, что сегодня именно тот самый день, когда я куплю себе Ешку АМГ. Вот она, я ни разу не владел этой машиной, я не знаю почему, потому что она, разумеется, уже бросается в глаза постоянно, но я ни разу её просто не приобретал, не покупал, поэтому, ребята, сегодня именно этим я и займусь. Я куплю себе Ешку АМГ, в общем, я не буду тянуть, и покупаю себе эту самую Ешку, да, приобрести. И, ребята, вот моя новенькая Ешка АМГ, и это, на самом деле, интересненький аппаратик, я так предполагаю, будет, сегодня мы протестируем его, я думаю, даже сделаем в стейджах. Но у меня на руках буквально осталось около двух мультов, поэтому нужно ехать в банк. Ну, слушайте, такая вот Ешка, оценивайте в комментариях мою новенькую тачку, и вообще пишите, что нравится вам больше, Ешка или же М5, да, потому что, как по мне, две вообще равные тачки, да, но всё-таки М5, наверное, хоть в чём-то-то лучше, чем Ешка, но мне очень уж захотелось купить себе именно Ешку. Прокачаем тачку до полной программы, но сначала нужно ехать в банк, потому что мне нужно снять мои три мульта, которые у меня есть сейчас на кармане, ну, точнее, которые есть сейчас в банке у меня, чтобы они были уже у меня на кармане. Кстати, в плане цвета, да, я бы хотел сделать матово-серый, как такая серая матовая плёнка смотрится максимально прикольно, поэтому постараемся сегодня сделать нечто похожее. Есть три мульта, окей, давайте мы сейчас денежный перевод снять со счёта, три миллиона вводим сейчас сумму, да, которая мне необходима для прокачки, там, разные стейджи и всё остальное. Так, выходим отсюда, всё, снял три мульта, у меня буквально есть около пяти. Конечно, я максимальный стейдж не сделаю, потому что, ну, это будет очень дорого стоить, но хоть что-нибудь-то я думаю, что я смогу себе сделать на Ешечку, поэтому сейчас доберёмся до покраски, а сделаем и колёсики, я хочу сделать такие, знаете, ну, такие, как бы, всё-таки потемнее, думаю, скорее всего. В общем, будем сейчас выбирать, смотреть. Вот так-то разгончик неплохой, я считаю, да, у неё реально, поэтому осталось только её заправить ещё, разумеется, и, может быть, даже с кем-то зарубиться. В плане цвета реально не знаю, но я думаю, что, я думаю, мы всё-таки сделаем её такого серого, матового серого цвета. Ну, так, в принципе, тачка, я думаю, что максимально подходящая для хасанства, потому что полный привод есть, есть, да, разумеется, а вроде как неплохой зацеп, но, разумеется, понт, это всё-таки Ешка 213-я обалденная. Конечно, пока она выглядит не так, как я хочу её сделать, она пока белая, ну, то есть белая на белом, белые диски, белый корпус, но пока больше похоже на такси, если честно, поэтому сейчас будем переделывать. Итак, мы прибыли в доки, и вот наша покраска, в которую мы сейчас, ребята, и заедем. Окей, самое время преобразить нашу Ешку и сделать её, как по мне, более красивой. Опять-таки, вот, ребята, фотография, то, что я примерно хотел бы сделать, поэтому давайте постараемся как-то так и сделать тачку. Единственное, что матовый цвет здесь смотрится максимально странно, честно, поэтому, наверное, нужно какой-нибудь кэнди, да, вот кэнди смотрится, да, вот, кэнди как-то получше, да, смотрится на ней, я считаю, поэтому, надеюсь, вы тоже в комментариях пишите. Стандартный, в принципе, тоже подходит, да, ей цвет, ну, хотя очень как-то просто смотрится. Матовый, вот, ну, нет, как будто это даже какой-то бархат, что ли, а не матовый цвет. Сложно выбрать, поэтому пускай, я думаю, что будет кэнди, наверное, серый кэнди цвет, вот, думаю, что примерно вот так вот, да, я думаю, примерно так оно и есть. Добавляем пока это в корзину и идем дальше. Стайлинг делаем, разумеется, белый салон, разумеется, да, это как бы куда же без этого. Тонер делаем максимальный, затонируем обязательно, цвет фарма делаем ини, обязательно. И антихром делаем, разумеется, черный глянцевый антихром, вот. Вот так вот, как по мне, смотрится уже тачка намного лучше. Окей, пока получается неплохо. Далее колеса. Колеса это то, что мне, ребята, надо как-то постараться настроить, но я пока даже не знаю как, потому что мне нравятся такие, знаете, диски у Мерсов, которые с полочкой, но я так понимаю, что их здесь, наверное, даже и нету, поэтому давайте смотреть. Да, их, разумеется, здесь нету, поэтому остается ставить стоковые колеса, и, видимо, нужно сделать покраску, поэтому давайте мы сделаем... А, вот же оно, вот оно так и есть, просто из-за того, чтобы были они белые, не было видно каемочки, а теперь видно то, что есть каемочка. Вооо, другое дело. Вообще, ребята, сок, отлично. А допов никаких здесь нету, в принципе. И шины это, я думаю, что уже нам как бы не нужно, разумеется. Так, далее у нас, в принципе, вся внешка обошлась в 400 косарей. Я думаю, что это реально очень недорого, поэтому... Так, приобретаем все, что мы сейчас тут выбрали, да, и теперь переходим в настройки. Подвеску, думаю, что оставим стоковую, потому что как бы она и так смотрится неплохо. А делаем стейдж. Первый мы делаем, получается, за 900 тысяч, да, приобретаем. Стейдж второй стоит 2 мульта, и я вот думаю, что лучше сделать на баланс, на управление, либо же на скорость. Давайте сравним. Максималка 300, на баланс будет 306, на скорость будет 315. Но управление сильно, конечно, падает у нас. Расход, в принципе, это ясно. То есть уменьшается только у нас расход. Баланс, как бы, и скорость добавляется, и управление. Поэтому давайте, думаю, что мы сделаем баланс. Стейдж второй и третий стейдж уже, как бы, мне не хватает денег. Я, ребята, все, я уже бомж. Короче, все, тачку мы сделали. Давайте мы ее прямо сейчас и протестируем. Так, ну, оценивайте, ребята, Ешку в комментариях, как по мне смотрится неплохо. Хотя, знаете, что бы я еще сделал? Буквально чуть-чуть пониже бы я ее сделал, потому что она, конечно, неплохо смотрится, но ей реально нужно буквально вот чуть-чуть пониже сделать подвесочку. Поэтому это мы сейчас и сделаем. Вот так вот примерно, вот. Конечно, стоит 100 косарей, но, как бы, что поделать, приобретаем. Да, все, выезжаем. Мы, ну-ка, покажись. Во, это уже смотрится получше, как по мне, однозначно. И давайте-ка замерим ее. Ну, в принципе, 306. Да, там у нас максималка писалась, это я уже видел, но мне интересно, реально разгон управления. В принципе, неплохо управление. Да, я думаю, что реально неплохое управление. Так, пропускаем чуть-чуть машинку. Опа-на, чуть не была авария. Сейчас осторожненько. Ну, как по мне, ребята, тачка удалась, я считаю. Поэтому я думаю, что можно, ребята, и лайков поставить для этой тачки. Опять-таки, в комментариях пишите, что лично вам нравится больше Ешки или же Мки. Да, чисто ваше мнение, потому что, ну, мне... Ой, авария-то какая, гляньте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Расход у них, интересно, или как? Да, видимо, расход. Да, все, разъехались. Так, сейчас мы на шоссе заедем и втопим тапочку в пол. Нужно, разумеется, проверить ее управление, разгон и прочее-прочее. Поэтому сейчас мы... Что такое? Я уж подумал за мной. Что такое? Это ты мне? Понимаю меня уже к обочине. А, затонер, ёп твою медь. Блээд, затонер. А, ну, понимаю. Вот это я понаваливал. А-а-а. 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 Ну да, тонер согласен, согласен, согласен. Здравия желания. А-а-а-а. Да, все понятно. Давайте посмотрим. Вот документы. Такой вот пацанчик у нас. Оливер Остров. Все, я понял. Окей. А-а-а. Ладно, давайте передадим ему документы. Так и быть. Сообщает ориентир какие-то. Да у меня там нет штрафов даже. Чего? У меня там тысяча рублей штраф. Да, я ознакомился. Какие проблемы? Номера. А я только купил тачку вот буквально вот сейчас. Можешь даже пробег посмотреть. Только ее купил и выехал. Даже не успел заехать еще. Она прям нульцевая. Можем проехать вместе. Просто я только выехал вот сейчас. Да, отлично. Да, вообще без опросов. Конечно. Я думал за тонировку, пацаны. Честное слово. Он за номера. Я это просто же не успел поставить еще номера. Так, ладно. Давайте поставим номера штуки на Ешку сначала. Я уж там, ребята, это... Я уж испугался, что меня сейчас, не знаю, там штрафы, не штрафы, права заберут. Ну, номера, я понял. Ну, их просто... Ну, хорошо, что у меня реально новая тачка. Обычно, ребята, честно говоря, я реально не ставлю номера на машину. Не знаю почему, но просто я их не ставлю. Как по мне, цвет, ребята, удался однозначно. То есть, возможно, конечно, я не знаю, там, черный кому-то больше нравится. Но мне, ребята, черный цвет, честно говоря, кажется немножко скучным. Поэтому, в моем случае, я поставил такой серый... Это у нас серый кэнди. Номера нам, по идее, сюда. Да, окей. Так, нужно на Ешку повесить номера. Платим пятихату. И номера нам стали какие? Б532ОС. Босс. А, вообще, ну что? Ну, это ВОЗ, конечно. Ну, типа, да. А, если по-английски, был босс уже полноценный. Прикольно так-то, на самом деле. Окей, номера мы поставили. Штатретий регион настал. Короче, ребята, тачка, что надо. В комментариях оценивайте мою новую ласточку. От 1 до 10. Как вам такая тачка? В принципе, и внешка, как я ее прокачал, тоже в комментариях оценивайте. Всем спасибо за просмотр. Всем удачки и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok